Я одержим новыми вещами. Мой папа зависим от алкоголя. Я ревну родителей к младшему брату. В эфире служба спасения семьи. Сегодня мы вместе с психологом Анной Хоботовой и протеереем Игорем и Фоминым будем разбираться в проблемах подростков и отвечать на ваши письма, звонки и вопросы. Вы можете отправить письмо на наш электронный адрес или по номеру телефона. А мы постараемся вам помочь. Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте. Аня, у нас молодой человек в студии. Кирилл. Кирилл, ты к нам пришел. Я к вам пришел поделиться опытом, рассказать о своем жизненном пути, о своих трудностях в жизни. Наверное, смешно это слышать от 17-летнего мальчика. Я только хотел спросить, сколько тебе лет. Ты говоришь, 17, да? Да, мне 17, я из города Владимир. Взрослый мужчина. Да, но поступки были далеко не обдуманные и далеко не взрослые. А кто не ошибается? Главное же не научиться падать, а научиться вставать. Кто не падает, тот не встается, верно. Правильно. А в храм ходишь? Нет, к сожалению, в храм не ходу. Пока еще ограничено в этом. Ограничено? Да, еще сталкиваюсь с некоторыми трудностями на пути к познанию высшей силы. Ой, как все сложно, ты объясняешь. А может, попроще как-то попроще? Ну, я задумываюсь. Зайди, заходи, и просто в храм. Ты делай маленький шажок каждый день, понимаешь? Большое постичь невозможно сразу. Надо частями. Двигаться надо. Вот ты пришел, вот батюшка. Отец Игорь. Добрейший батюшка. Добрейший. Самый многодетный отец. Да, но знаете, что я хотел вот наше обратить внимание, как Кирилл разговаривает. Он действительно разговаривает, как взрослый, уже так вот обдуманный мужчина. Да, я даже поражаюсь, 17 лет. Мне кажется, вот именно так формулировать я где-то стал после 30. Значит, сейчас вообще дети рано взрослеют, мне так кажется. Ну, особенно там физически, да, ментально, может быть, позже взрослеют. Но все равно очень интересно. Батюшка, они сейчас все так разговаривают, это правда. Это такое поколение. Кирилл, ну вот раз ты взял на себя так первую скрипку сегодня, мы тебе ее отдаем. Расскажи-то поподробнее, чтобы понятно было нашим зрителям, с чем ты столкнулся, куда ты попал, откуда ты вырвался, к чему ты идешь сегодня. Началось у меня все, когда я попробовал первую сигарету. Это все началось до первого класса. То есть я очень рано познакомился с никотином, в каком-то времени познакомился с алкоголем. И это ограничилось одной ссорой с родителями. То есть меня наругали, и я больше не трогал алкоголь долго и промежуток своей жизни. Ну ты знаешь, вот я, например, шесть лет попробовал сигарету, и меня это на всю жизнь отбило охоту курить. У тебя, видимо, другое получилось. У меня был, правда, другой путь. Меня это заинтересовало, я оказался каким-то взрослым. Да, это создавало лживое мнение обо мне, что я какой-то там крутой, делаю то, что делаю взрослые. Ну, как впоследствии это оказалось, это было, правда, лживое мнение о самом себе. Но для этого познания мне пришлось столкнуться с многими трудностями в жизни. И только сейчас, когда уже прошел определенный период в своей жизни, я смогу говорить о том, что это было заблуждением. Так вот, да, меня наругали родители, больше я не пил. Попадая в первый класс, я познакомился с газом, это была токсикомания. Вот, я начал токсикоманить, употреблял газ, лаки, бензин, многие разные вещества, которые всячески одурманивали меня. Первый период времени это все было незаметно для моих родителей. Понятное дело, они никак не могли представить, что можно так вершить над собой. И в какой-то период это все узналось. Были проведены многие беседы, мне показывали различные видео на тему вреда этого вещества. Меня ругали, мне говорили, что этого делать не нужно, и то, что нужно как-то заканчивать с этим. Но мне не помогало ничего, я никак не останавливался. Менял школу, менял людей, менял друзей. Что ты искал там? Наверное, искал свободу, какую-то уверенность в себе. И в какой-то момент, да, эти иллюзии слишком сильно поглощают. Водоворот крутится, и в итоге... А какие у тебя отношения с родителями? Сегодня? Ну вот давай на тот момент, как ты общался с родителями? Я только хотела сказать, что расскажи о своей семье. У меня благополучная семья, у меня есть и отец, и мать, и бабушка, и дедушка. То есть меня воспитывали всегда вместе, как-то слаженно. Пытались мне рассказывать о том, как нужно делать, как не нужно делать. Но я ничего не слушал, всегда пытался делать самостоятельно. У меня родители вкладывали достаточно огромное количество и так, как и финансов, так и учений. И Бога Папа пытался мне, так сказать, рассказать мне о нем. Но меня не интересовало ничего из того, что они мне могут предложить. Я искал свою дорогу. То есть Папа верующий, да, человек? Папа верующий. Он ходит в храм, да? По поводу этого я точно не скажу, но пару раз при мне он точно ходил. Но то, что на крещение ходит каждый раз, это точно с дедушкой. И вот к вопросу, да, что очень часто такое складывается впечатление, мнение в обществе, да, что если там ребенок, подросток зависим, тем более, да, чего-то более там тяжелого, чем сигарета, это обязательно там семья либо неполная, либо неблагополучная, либо родители такие же. На самом деле нет, это не так. Вот там живой пример, да, когда родители, действительно, семья достаточно крепкая, материально обеспеченная, вкладывали в ребенка, но что-то пошло не так. А как ты попал в реабилитационный центр? Тебя родители отправили или как? Это был переломный момент, это был один из моих уходов из дома, вот опять же, в 13-летнем возрасте. Я ушел из дома и, ну вот пропал на этот долгий срок. Жил у близких, которые мне еще верили и меня еще пускали. И в какой-то момент я просто вернулся домой, пересекся с родителями, они мне сказали, что мы съездим к психологу, мы сели в машину, и они меня обманным путем привезли в тот центр. Там я пробыл 8 месяцев. Вышел, началось еще хуже. А как во второй центр попал? Это был еще более переломный момент, только, то есть первый переломный момент был для моих родителей, а это был первый переломный момент для меня. Я находился в ежедневном употреблении в течение 10 дней тяжелых синтетических наркотиков, которые, которые, не знаю, свели меня к опустошению и слабости настолько сильно, что я правда уже сам хотел что-то делать в своей жизни. И решил набрать маме, чтобы поехать домой. Я находился не дома, в очередных бегах, и эти бега длились больше двух недель. И вот в этих бегах мне стало очень плохо. Я захотел вернуться домой, позвонил маме, каким-то чудесным образом уснул в автобусе, попал вообще в другую точку своего города, попытался набрать своей маме, а возможности у меня такой не было, так как у меня не было телефона. Я попытался набрать своей матери, ходил к людям, как скиталец в холодный вечер, как сейчас помню, мне приходилось подходить к людям, которые не доверяли мне свой телефон. И вот одна девушка доверила мне свой телефон, я набрала своей маме, она приехала где-то через час и тоже обманным путем привезла меня в центр. Я надеялся поехать домой и начать выздоравливать на группах. Я ведь знал, что такое группа из первого центра. Но меня родители поместили в центр. Естественно, это тоже было для меня какой-то обидой, что ли. Это было для меня какой-то обидой, я не хотел этого. Я сопротивлялся очень долгое время, очень долго отказывался от всего, что мне предлагают в этом центре. И только через определенный тот же трудный путь, через это эмоциональное дно, я столкнулся с тем, что такое реальность, и то, что мне нужно находиться в ней. Слушай, ну на все, на это нужны еще и деньги же. А деньги откуда? Ну, семья. Моя мама и супа. То есть ты сбегая прихватывал деньги? А, вы имеете в виду, да, все, я понял. Нет, в какие-то моменты я и правда воровал. И воровал не только у родителей, у близких, у наших каких-то, я не знаю, друзей. Кого-то, как это можно сказать, кидал на деньги, да. Обманывал, повторюсь. Что сейчас происходит? На сегодняшний день я трезвый год и пять, вот было недавно, через 17 дней будет год и шесть, полтора года. И я готов не употреблять, я готов трезво жить, готов сталкиваться с реальностью, готов проживать ее. И, естественно, как бы это ни звучало, в 17-летнем возрасте знакомиться с тем, кто я такой есть на самом деле. Почему ты до этого был не готов? Наверное, я не видел в этом смысла. Я не знал, что такое трудности в жизни. Если углубиться в мое дно в употреблении, я два месяца жил в подъезде, грубо говоря, да. Ел ворованную еду, просто шлялся не пойми где. Маме с папой, естественно, врал, что я где-то там на заработках, что у меня все нормально. В принципе, я в это верил, но это далеко было не так. И вот, находясь в этом дне, в этих трудностях, я не верил в то, что у меня есть какие-то проблемы. Наверное, поэтому я не видел смысла ни останавливаться, ни менять что-то в своей жизни. Что потом переломного-то произошло в итоге? В какой момент ты понял, что дальше ты хочешь жить трезво и к чему-то стремиться? Я перестал бояться, вот, да. Я столкнулся с чувствами, прожил их и понял то, что в этом нет ничего страшного. Ты научился работать с чувствами, в которых ты убегал в употреблении. Все так, именно так, да. А, на откуда этот страх берется? Страх перед реальностью? Ну, это даже не страх перед реальностью. Любой уход в зависимость – это уход от реальности, да? Ну, от реальности какой? Поругался с родителями, родители меня не принимают, там, в школе надо мной издеваются. То есть, ну, какие-то ситуации, которые вызывают очень негативные чувства, обиды, злости, я не знаю, там, разочарования. И, естественно, подросток не умеет, не знает, как их проживать. То есть, да, там, взрослый человек как-то пытается с этим справиться, идет в храм, идет к психологу, я не знаю, там, пытается уйти в спорт, ищет хобби. То есть, ну, какие-то варианты. Подросток не может, да, то есть, просто вот потому, что он там не зрел. Как-то справляться с этими чувствами, поэтому попробовав раз, два, три, и стало полегче, да, то есть, там, поругался с родителями, испытываешь чувство злости, да, выпил алкоголь, все, стало полегче вроде бы там. И так далее. Потом, естественно, это уже входит в зависимость. В данном случае, то есть, основное, чему ты научился, это прорабатывать эти чувства, не прибегая к уходу в употребление, правильно? Да, все имеет. Кирилл, смотри, вот интересная у нас сегодня ситуация, ты с Анной работаешь достаточно давно, благодарен, мы почувствовали, результат есть, но у тебя не было возможности пообщаться с священником. Вот отец Игорь перед тобой. У тебя есть вот вопрос, который ты бы хотел ему задать? Да. Вот давай, спрашивай. Я сейчас на том пути, чтобы впустить в себя Бога, и мне непонятно, что есть само вот этот Бог. Как, да, многие говорят, это там христианство, там буддизм или другая вероисповедание, но если брать конкретику в христианстве, что это такое, что есть само... Православие. Православие, да, что есть само Бог. Православие говорит, что Бог есть любовь. С этого прямо начинается священное писание, Евангелие, но и очень четко говорит, что такое любовь. Потому что, ну, очень часто мы понимаем, что это какие-то чувства, да, охи, вздохи, душевное состояние, а это, на самом деле, очень большой комплекс, наверное, или результат комплекса работы над собой. Нам, конечно, всем очень хочется, чтобы любовь, она была такая вот, тебя настигла любовь, да, ты поймала, ты там от нее убегала, она тебе все равно, в общем-то, никуда ты от нее как бы не денешься. А на самом деле, любовь – это радость, благодарность и жертвенность. То есть вот три чувства, три действия, три чувства, три состояния человека. Потому что радостным быть только на душевном уровне, на эмоциональном, да, уровне, ну, невозможно. Это должно обязательно выливаться в какие-то твои действия, да, это во внутреннее состояние и во внешнее должно выливаться. Благодарность точно так же. Не только там это где-то в душе своей сказать, там, Анна Павловна, спасибо. Анна Павловна этого не услышала, вот, да, хотя ты, в общем, очень благодарен, да, ты должен прийти и подарить от всего сердца цветы. Ну, на заработанные деньги. Это важный момент, на заработанные деньги. Если не заработанные, то три ромашки. Анна Павловна тоже это оценит. На самом деле, потому что она за этим увидит именно твою такую, знаешь, ну, как бы чистоту. Точно так же жертвенность. Чем ты можешь пожертвовать ради другого человека, ради Бога? Вот я так очень растекаемо говорю. Но любовь, то есть Бог, он в этом во всем. Вот в этом во всем. Когда человек чувствует внутри себя любовь, он вдруг понимает, что сделал для него Христос. Тот евангельский Христос, который... Обязательно ты когда-нибудь откроешь книгу, раз ты уже готов открыть стучащему Богу, ты очень, на самом деле, с православной точки зрения грамотно сказал. Я готов впустить Бога. В книге Откровения мы читаем, что стою при сердце и стучу. И кто отворит мне дверь, там буду вечерять, да, то есть там буду находиться. Ты говоришь, я готов открыть. Вот ты откроешь Священное Писание и увидишь там Христа. Это обязательно с тобой случится. Ты человек очень разумный. Но Христос будет именно тот, о котором я тебе сказал. Он начнет в тебе что-то действовать. Ты это просто прям сам почувствуешь. Ты начнешь любить. Это важный такой аспект. Прочитаю небольшой отрывок из письма. Я держим новыми вещами. Бывает и такая зависимость. Будем разбираться после небольшой паузы. В эфире снова служба спасения семьи. И мы продолжаем разбираться в непростых подростковых проблемах. И прямо здесь у нас в студии Кирилл, который сейчас... Мы дали возможность с ним поговорить. Мне кажется, мы просто прервали их такой диалог. Очень интересно послушать. Ну, мне тоже хотелось бы узнать. Ведь телеканал «Спас» смотрят родители. Родители подростков или будущих подростков. Кирилл, ты сказал, что твое увлечение всякими наркотиками, газами и там подобное, это был уход или такое желание приобрести свободу. От чего-то освободиться. От каких-то, в общем, своих зависимостей и там подобное. Но ведь они же формировались кем-то. Наверное, в том числе и родителями. Правильно? Ну, ты же от этого тоже хотел освободиться, наверное. А как ты думаешь? А вот как должен себя вести родитель, чтобы вот этого не случилось бы с ребенком? Не готов говорить о том, что у моих родителей было что-то неправильное. Ведь если бы было что-то неправильное, я бы, наверное, не был бы сейчас живым. И не был бы благодарен кому-то за то, что я живой. И поэтому, наверное, обрисую, как бы я воспитывал своего ребенка. Боюсь ляпнуть что-то не то, но вот отгораживать ребенка и говоря о том, что наркотики это плохо, алкоголь это плохо, там нужно вот так и вот так, ни в коем случае, я считаю, нельзя. Да, нужно говорить и давать направление, но необходимо делиться своим опытом. И я на сегодняшний день готов сказать своему ребенку, что наркотики это не то, что его приведет туда, куда он хочет. Он меня спросит, почему, а я с легкой душой скажу ему, потому что я знаю это на своем личном опыте. И, наверное, если будет возможность у кого-то такая делиться исключительно своим опытом. Да, вот, например, я знаю точно, что мой отец никогда в жизни не прикасался к наркотику. Но он мне говорил, что это плохо. Откуда он знает, что это плохо? Так получается, каждому надо попробовать наркотики? Нет, стоит просто видеть реальность такой, какая она есть, показывать примеры живые, а не убегать от них. Хороший, кстати, совет. Я вот возьму себя, потому что мы разговариваем с младшим сыном, но он мне говорит, папа, я все это знаю, что ты мне это вот объясняешь. Да дальше пока это я не иду. Я, например, не понимаю, как дальше с ним объясняться, потому что еще сам не готов на эту тему говорить. Сейчас вот ты мне подсказал. Хорошо, спасибо. А ты можешь кого-нибудь... Вот мне очень понравилось, что ты не обвиняешь родителей. Это просто прям вот the best. Я вот прям так тебя похвалил бы. Тебя за это просто молодец в этом плане. А кого ты можешь обвинить в том, что ты употреблял? Нет. Только себя? Да и себя не могу. И себя не можешь? Я не был тогда я. Не знаю, как это сказать. Я был я своим физическим, духовным и моральным. Меня там не было. Я приобрел себя только со временем, который прожил в трезвости. И отталкиваться от того, кто я физически, это было бы глупо. Поэтому могу говорить о том, что я только сейчас вот сказал запутанно, но как-то так. Хорошо. Вот если, допустим, опустить момент, правильно, что ты не осуждаешь родителей, да, не приводишь конкретно их воспитание в пример. Ну, у тебя примеров масса, да, было обратных связей от других ребят. Все-таки какие ошибки родители допускают? Я просто, я понимаю, да, но я хочу твое мнение, как вы это понимаете, которое приводят в зависимость. Не обязательно в ту, которую ты страдал. Даже та же зависимость от вещей, та же игровая зависимость, там, пищевая. Как ты считаешь все-таки? Наверное, увлечение в чем-либо. То есть желание, не знаю. А, созависимость. Да, созависимость. В чем она проявляется? Проще-то скажи. Созависимость, наверное, это такая абстрактная вещь. Это такая же болезнь, как и зависимость. И ее понимание заключается в том, что все идет по кругу. Я иду, ругаюсь с мамой, потому что она мне ставит какие-то ограничения. И это дает мне разрешение на то, чтобы я пошел и употребил вещество. Я прихожу домой, мама меня видит употребленным, мы вновь ругаемся, и мне нужно снова уйти из дома. Почему? Потому что я хочу употребить вещество. Почему? Ты не хочешь, чтобы тебя ругали. Да, потому что я не хочу, чтобы меня ругали. И почему? Я не хочу, чтобы меня ругали, потому что это приносит мне негативные чувства. И чем больше я проживаю этих негативных чувств, тем больше у меня повода для того, чтобы глушить теми или иными веществами. Вот. Давайте к письмам нашим вернемся и вместе попробуем отвечать на эти письма. Может, у нас Кирилл, возможно, нам тоже поможет. Ну, кстати, нам пишет Никита, ему 16 лет, поэтому Кирилл, которому 17, как раз может подключиться. Здравствуйте, я ревную родителей к младшему брату. Мне кажется, что они любят его больше, потому что они всегда ему все покупают, никогда с ним не ругаются, а мне всегда говорят нет. Либо не сейчас, потом. Из-за этого мне очень обидно. Я не хочу разговаривать со своими родителями и жить с ними. Что мне делать в этой ситуации? И хочет он жить в семье из-за того, что ему кажется, что все внимание младшему, а не ему. Больше прислушиваться к себе, к тому, что реально самому себе хочется. Дело, наверное, не во внимании, а в чем-то материальном, раз было упомянуто в письме различные покупки. На самом деле, вот второстепенный пласт проблемы, он является первостепенным, на самом деле. То есть вот здесь он ревнует к младшему брату, причина-то не в ревности. Причина, вот мне кажется, Кирилл здесь правильно. Да-да. Они всегда ему покупают, а мне говорят нет. Да. Уделяют внимание там какое-то излишнее, да? Если смотреть на аспект внимания, то его можно получать разными методами. Если я прямо сейчас закричу, на меня все посмотрят. И это необратимый результат. А если я буду делать что-то хорошее, она меня посмотрит тоже. И здесь речь идет про это. Так же, как было упомянуто в письме, речь идет о различных покупках. И ревность упомянута, я думаю, не в плане ревности, а в плане зависти. То, что вот ему, брату, покупают, а мне нет. Я бы тоже, наверное, ревновал, если бы... Ой, завидовал. Если бы было сначала все мне-мне-мне, а потом бах, и кто-то появился в моей семье. А ты бы хотел брата или сестру? Я бы очень хотел себе сестру. Очень действительно. Потому что быть горой, это круто. Я бы очень... Я и дочку хочу, не мальчика, дочку хочу. И быть именно защитой, это что-то лучше, чем другом. Вот молодец. Ты уже думаешь о будущем, правда? Ты уже думаешь, понимаешь, что ты стал мужчиной. Уже впереди своя семья. Благодаря тому, что я познакомился с реальностью, а реальность говорит о том, что мне 17, и пора бы уже что-то делать дальше, а не скитаться по подъездам. Да, я начал задумываться об обмитцах. Потому что стоять на месте, это не вариант. Не добавить, не убавить. Вот такой эксперт нас сегодня. Давай следующее письмо с этим экспертом разберем. Давай. Здравствуйте, у меня такая проблема. Я одержим новыми вещами. У меня есть принцип не ходить в небрендовых вещах. Я хочу выделяться. И из-за этого покупаю вещи подороже. Мне тяжело одеться как-то иначе, потому что я боюсь, что меня обзовут нищим. Мне с этим очень трудно жить. Скажите, что с этим делать? Леша 17 лет. Это интересно, потому что у молодежи, в определенной части, есть такая погоня за этими брендами, за модными кроссовками, за еще какой-то модной одеждой. Они забывают, но они просто еще не знают, что ни этим ценен человек. Ни этим. Мы все одинаковые под одеждой практически. Правда? Да. Перед Богом все равны. Абсолютно. Да. Но ты же вот не гнался за брендами. Гнался. Гнался? Здесь, ну как сказать, я гнался второстепенно. Выглядеть я себе плохо не позволял, в основном. Но, конечно, когда уже было совсем все плохо, и когда я побывал в подъезде, собственно, да, я давал себе шанс не выглядеть как-то хорошо. Если брать конкретно это письмо, здесь все очень на поверхности. Здесь прям хорошая такая вот, как видно, о чем нужно думать. Здесь большую роль занимает низкая самооценка того человека, который переживает за что-либо. То есть если я в себе полностью уверен, если у меня нету никаких трудностей в общении, в харизме и так далее, то я буду на 100% уверен, что в любой одежде меня оценят так, как человека, а не так, как одежду, которая на мне. И если вот я на эту 100% надеюсь и уверен и возлагаюсь, то мне никакая одежда не нарисует из меня того, кем бы я хотел быть. Вот. Как я считаю. Можно немножко дополним? Больше обращения, наверное, к родителям, потому что все равно это все идет от родителей. Начинается в этом возрасте, я не знаю, там 6-7-8 лет, как только... Я думаю, года в два. А может быть, и раньше. Мамочка какой-нибудь брендовый бантик, там, это, да, ползунок, лицо... А коляска. Безусловно. Начинается с коляски. Я просто к чему? Почему в 6-7-8, ну, может быть, там в 5, да, когда ребенок начинает уже немножко понимать, да, больше, и когда родители сами, я это видела неоднократно, в общем-то это все культивируют, показывают, что вот посмотри, как ты одет, у тебя там дорогие вещи, да, там, а кто-то еще и приводят в пример, там, например, в садике или в первом классе, там, а дед хуже, например, там, мы для тебя самое лучшее. И таким образом, во-первых, родители пытаются свои какие-то амбиции, естественно, в первую очередь реализовать. Второй момент, ребенку формируют его, как бы, самооценку таким образом, а по итогу получается вот то, что получается, да, что ребенок, там, к пубертатному периоду, я не знаю, там, 15-16 годов может реализоваться и показать себя в обществе только при помощи вещей и гаджетов. И, естественно, если этого нет, либо у кого-то лучше, у него начинается, ну, истерика, грубо говоря. Почему? Потому что ничем другим он себя, ну, как правило, да, не может... Выделить. Выделить, да. То есть, там, каким-то хобби, либо тем, что он хорошо учится, либо тем, что он, там, я не знаю, там, ходит в горы, там, дружен с семьей. Ой, я там с папой хожу, например, там, я не знаю, в горы или на охоту, или там еще что-то, да, он выделяется вещами. Это ошибка идет от родителей, это очень плохо. Ну, а сейчас, да, на сегодняшний день, то есть, ему какой совет можно дать? Только такой, чтобы попробовать себя все-таки реализовать в чем-то другом. Найти себе хобби, найти себе компанию, причем, может быть, там, где не ходят в брендовой одежде, да, но те ребята, которые интересны как личность, и, собственно, пытаться развиваться в каком-то другом направлении. А то, что ты говоришь, что если человек в себе уверен, конечно, это, первое, это любой психолог скажет, что человек, чем больше на себя пытается, там, надеть чего-то, да, каким-то образом при помощи вещей реализовать, тем у него, конечно, ниже самооценка. Ну, это правильная позиция, надо развивать личностные качества прежде всего. И этим человек всегда может отличиться, мало того, всегда пригодится в жизни, потому что можно и карьеру нормальную построить в хорошем смысле, и друзей, соответствующих своему интеллектуальному развитию, приобрести, и потом найти настоящего друга в жизни. Мы продолжим наш разговор, не переключайтесь после короткой паузы. Это снова служба спасения семьи, мы продолжаем нашу программу. У нас сегодня наш выпуск посвящен трудным психологическим проблемам подростков, и у нас сейчас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос, у меня старшая дочка, подросток, 15 лет, и в последнее время не дают себя ни обнять, ни поцеловать. Ну, вообще на контакт как бы плохо стало идти ко мне. Ну, и слушая себя не очень. Как сделать не так, чтобы она хоть как-нибудь стала прислушиваться к взрослым, слушаться, ну, разрешала себя хотя бы обнять. Не отдалялась от меня. Семья у вас полная? Отец есть? Да. У нас еще мать своя дочка, отец, папа, я как бы, мама, папа, все мои. Она со всеми так себя ведет? К мать своей дочке и ко мне. К папе она дается. Еще, мне кажется, очень важный вопрос, который надо выяснить. А как у вас с супругом взаимоотношения? Вы в одну дуду дуете? Или все-таки у вас могут быть разногласия в присутствии детей? Нет, не могут. Мы вместе с мужем работаем. Мы с ним 24 на день. Мы вместе кушаем. Мы вместе убираем. Мы вместе гуляем. Отдыхаем вместе. У нас все вместе. Просто как я знаю, что, Рюмаш, почему ты не даешь себя обнять? Я не хочу, мне не нравится. Ну, я думаю, надо отвечать. Я думаю, что не нужно сейчас очень сильно настаивать все-таки. Попробовать, если вы не пробовали, поговорить, опять-таки, как это. Не в назидательной форме, может быть, там даже не дома. Где-то, где вы проводите время совместное на прогулке. Я не знаю. То есть что-то какое-то приятное, место располагающее. Задать вопрос, да, там, что происходит. Свои чувства выразить, по большей части, да. То есть вот, я очень хочу тебя обнять. Ты мне очень дорога. Ты мне очень цена. Я тебя люблю. Там, ничуть не меньше, да. Может быть, какой-то был момент вот ревности соперничества с младшей дочерью, да. То есть там, от отца она этого не чувствовала. Может быть, от вас чувствовала. Это я вот привожу примеры, как это бывает, как это может быть. Свои чувства больше выражать. Мне бы хотелось вот больше с тобой времени проводить. Мне бы очень хотелось тебя обнимать. Что происходит? Если все-таки это будет как-то вот и не скажет, почему, да, с чем это связано. И при этом она не будет даваться, пока что, наверное, не стоит на этом настаивать. Бывают периоды у подростков, именно в этот период, да, пубертата, что не даются, не хотят, отдаляются. Бывает от обоих родителей, бывает отдаляются от какого-то из. Настаивать, наверное, не стоит. Но больше все-таки выражать свои чувства. У меня тоже есть две девчонки, там, 15 и 19 лет. Ну, в общем-то, они всегда меня встречают. Это заслуга мамы, которая, в общем-то, всегда меня встретит, всегда меня поцелует. Они бегут, кто первый поцелует. Причем это так с детства как-то было, скажем так, заведено. И мы тоже переживали какой-то период такого, одно, отчуждение. Но мы тоже так напряглись. Но мы стали просто говорить обо всем. Вот обо всем, что ей неприятно, что ей волнует. Мы никогда не говорили о своих чувствах. И вдруг это прошло, неожиданно прошло. Вот просто. Хотя военные действия у нас были, ой-ой, какие. Мы так, в общем-то, там, воевали, я так понимаю, как здесь. Вот. Ну, человек хотел показать свой характер и так далее. Там, покрасился, выражая свою какую-то, в общем-то, позицию здесь. Но нас это ничего, в общем-то, не пугало. Мы просто говорили, говорили, говорили и все. Вот. И я думаю, что вот только такое общение, оно и принесет плоды. Отсутствие критики в данном случае. Отсутствие. То есть вы не пытались свое, да, как-то что-то навяливать. Нет, нет, нет. Давали возможность ей проявить себя. Да, 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 да. Это, кстати, интересное правило. Вот дома завести, кто быстрее поцелует папу, который только что пришел. Да, да. Это постепенно приучает к тому, что приходящий член семьи должен быть зацелован. Да? Кирилл, а как бы ты ответил на этот вопрос? Ой. Я, наверное, не в компетенции советовать что-либо. Могу лишь отталкиваться только от своего опыта. Но как бы сделал я? Я бы точно не наставил на своей позиции ни в коем случае. Потому что мама моя, Ольга Галерьевна, мне рассказывала когда-то то, что вот если одна позиция давит, то и вторая приходится давить. А когда одна из них перестает давить, пускай даже та, которая давит, или та, которая сопротивляется. Другой, ну, не нужно больше сдавливать противоположную. И как бы происходит расслабление обеих сторон. Потрясающе. Физика, сила действия равна противодействию. Это подтверждает, наверное, наши здесь такие рассуждения. То есть с детьми надо говорить. Вот человек запомнил, что сказала мама. Рассказывает какое-то слово. Да. Вот просто... Знаете, Капальчик, может даже на других примерах, вот я не знаю, на поддержке... Да, в третьем лице. Лучше в третьем лице. Вот рассказать, например, про судьбу предков семьи, да, когда кто-то вот с фронта не вернулся. Вот так остался человек в памяти, но недоцелованный, недообнимаемый. Мы скучаем по нему. Вот хотелось бы прижать его, поцеловать бабушка там, например, да, а его нет. Растила детей одна. Вот какие-то такие примеры, когда будешь понимать, что вот этим моментом надо и пользоваться, надо наслаждаться. Иначе потом будет дефицит страшный. И будешь сожалеть. Да, я вот о чем все время говорю, что нельзя подчеркивать какие-то ошибки и негативные стороны подростка. Вот родителям. Вот нельзя акцентировать. Еще хуже будет противодействие. Вот надо просто говорить, как оно должно быть. Причем, абсолютно вы правы, в третьем лице. Ну, о ком-то там. О бегемотах, которые прыгают по лилиям. Вот это самое лучшее. По-прежнему самыми позитивными примерами и самыми крепкими семьями с верными принципами воспитания остаются, конечно, семьи священников. Давайте посмотрим на одну из таких семей. Отправимся в гости к отцу Иоанну Монаршиков Пушкина. Многодетные. Когда-то это определение было применимо практически ко всем. Считалось, что грешно решать за Бога, кому появиться на свет, а кому нет. С приходом революции 1917 года семейные устои изменились. В СССР узакунили аборты, а многодетность стала редким исключением. Сейчас традиции рожать троих и более детей возрождаются, но по-прежнему примером многодетных семей остаются семьи священников. Отец Иоанн, благочинный Пушкинского округа, отец восьмерых детей, говорит о том, что его пример не исключение, но в его семье по-другому и быть не могло. Ведь и он, и матушка Марина из настоящих православных семей, где один муж на всю жизнь, где не стоит вопрос, рожать или нет. Это то, что передается из поколения в поколение. Генетический код, если хотите. Я и сам из многодетной семьи. Тоже у меня отец священник, который показывал и показывает, слава Богу, мне пример своей жизнью. И учил нас нравственности, учил нас любви к Богу, приводил нас в храм. И мы тоже, я тоже с детства рос при храме, при церкви. И каждый день стремился туда. Как в любой семье, здесь старшие не могут абсолютно отказаться от гаджетов. Младшие шалят. Но, кажется, конфликтных ситуаций не бывает. Есть ощущение, что это один организм, в котором все взаимодействует по общему, всем понятному закону. Это и с одной стороны и крест, и с другой стороны очень большая радость. Потому что Господь даровал такую мне большую семью. Восемь человек детей, которые для меня являются большой опорой, поддержкой. И в хорошем смысле слова такой гордостью. Старший сын наш уже учится в Московской духовной семинарии. Второй сын сейчас должен уже поступать в Московскую духовную семинарию. И остальные все ребята тоже стремятся к церкви и к Богу. Когда трое погодок пошли один за другим, вот это, наверное, самое трудное время. И когда у тебя начинают особенно болеть дети один за другим, то когда они не болеют, ты начинаешь понимать, что на самом деле то, что они не болеют, вот это счастье. Но и всеми их священникам бывают трудности. У нас резус-конфликт. Но за все беременности у меня не было ни одного резус-конфликта. Он говорил, что я первый раз, он кандидат именно этих гемолитических болезней, первый раз вижу такое, что нету никогда резус-конфликта. А дети рождаются все с разными резусами. То есть они должны были бороться с моей кровью. Видимо, сила молитвы и покров Пресвятой Богородицы помогли им избежать проблем с резус-фактором, которые так пугают многих родителей. Дети родились здоровыми и в срок. Все любимы и каждый ценят по-своему. Без этого уже не чувствуешь своей жизни. Во-первых, без семьи, без матушки, без детей. Потому что бывали случаи, когда они куда-то уезжали, один дом остаешься. Это очень тяжело и грустно на самом деле. Когда вот уже все вместе, даже и болеют, и радуются, и кричат, и веселятся, потому что дети, они живые все. И все равно это радость и это счастье. У нас, когда Ваня первый пошел учиться, ой, первых полгода, это было ужасно непривычно. Не хватает кого-то. Вот если кто-то куда-то уехал, один, два, три, и вот остается там пять человек. Да, и думаешь, что ж так дома тихо. Да и даты рождения, так же, как и имена по святцам, кажется, давал им сам Господь. Иоанн, Пантелеимон, Никита, Татьяна, Ольга, Илья, Николай, Сергий. Он говорит, мы живем в Лавре, и у нас нет ни одного мальчика Сергия. Вот ты мне роди на Сергии, а то, что, мощи здесь. Я говорю, Татьяна, ну ты вот так скажешь, роди мне на Сергии. Я предполагать вот так не могу. Он говорит, ладно, я уезжаю, и наперекуешь, не хочешь мне рожать Сергия, я уезжаю. И на приход меня не будет, я не знаю, кто тебя, если что, повезет в больницу. Он уехал, и утром 8-го числа я что-то так почувствовала. Мне кажется, что я рожаю вот на Сергии. И к вечеру родился Сергий. Да, и к вечеру родился Сергий, 8-го числа, 8-й ребенок. Вера в Бога, авторитет родителей, любовь и уважение – вот на чем строится их малая церковь. И пока в храме идет взрослая литургия, дети служат свою. Как это помоемся! Пока я это! Пока я это! Пока я это! Мария Чугреева, Михаил Юферов, Денис Калантай, телеканал «Спас». Да, готовый священник уже, пожалуйста. Отец Игорь, а вот психологические проблемы у подростков в многодетных семьях, они как-то легче, проще, их меньше? Или все то же самое? Я думаю, все то же самое. Люди, вот как батюшка сказал, говорят, все живые люди, они радуются, они грустят, у них есть проблемы. Но все равно, когда вас много, легче, мне кажется, как-то все это протекает. Когда один ребенок в семье или два ребенка в семье, мне кажется, они слишком много получают любви. Как это ни странно будет звучать, на них набрасываются, их душат любовью. И то, и это, и пятое, и десятое, гиперопека, по-научному, они так скажут, душат любовью. А когда в многодетной семье, там, знаете, у меня рассказывали про одного священника, у него 16 детей своих. Вот 16 детей. И он спрашивает, как ты вообще с ними управляешься? Как это, говорит, вот как с ними просто даже пообщаться? Вот представьте, 16 человек. Он говорит, у меня есть два дня в неделю, когда я ставлю стол в середине комнаты, и все, кто надо, тот подходит, обнимается, получает ту нужную дозу любви. Слушай, а как вы у них уроки проведете? А мы не проверяем. У нас, говорит, уроки, это привилегия твоя. Ты сделал домашние работы, ты, в общем-то, все, и теперь ты можешь сделать домашнее задание. Многодетная семья, она, это целый мир. Это вот целый мир, в котором абсолютно есть все. Есть ботаники, есть шалопаи, и вот все есть. Есть лентяи, есть, наоборот, трудоголики. И все это как-то компенсируется, уравновешивается, не знаю. Я вообще не представляю, как не в многодетной семье можно, в общем-то, расти и воспитываться. Да, выжить. Хотя сам я из немногодетной семьи. Но когда появился второй брат, я выходил уже в армию, но все равно это было какое-то так счастье. Как это здорово было. Многодетная семья как мини-социум. Да, да, да. А мы сейчас такую рекламу сделали в многодетной семье, что Кирилл аж выпрямил спину и очень вас внимательно слушал. Я тоже. Мой папа зависим от алкоголя. Это наше следующее письмо. Тревожное достаточно от подростка. Вернемся к нему через несколько минут. Не переключайтесь. В эфире служба спасения семьи. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Павел Алексеевич прочитает ваше следующее письмо. Да, такое письмо грустное, конечно, потому что когда подростки пишут и просят о помощи, понятно, что тяжелая ситуация, обратиться некому. Мой папа зависим от алкоголя. В прошлом он причинил мне и моей семье много боли. Сейчас он находится на лечении. Мне кажется, что после лечения ничего не изменится. У меня есть страх за свою семью, что все его поступки повторятся, а также много обид в сторону папы. Я не могу поверить в него, что делать в этой ситуации Ангелина 14 лет. Ну, такие неденские формулировки, и за каждой из них, конечно, стоит это ощущение боли, пережитой от тех обид, которые причинил отец. Ну, я хотел бы задать вопрос, конечно, Кириллу. Кирилл, вот ты прошел этот путь, ты остановился. Ты понимаешь, что в будущем, наверное, повторить это не самый будет удачный выбор, потому что ты уже все это прошел. Ну, считаешь ли ты, что это у тебя прививка на будущее? Я считаю, да, так. Да. А потом все-таки Кирилл еще был в двух репцентрах, в которых, в общем-то, не только подростки, скорее, не только подростки лежали, а уже здоровые, в общем-то, и дети лежали, да, которые, наверное, у которых есть свои семьи, которые причинили также боль своим, в общем-то, семьям. Вот как они? Что они говорят? Ты же много с ними общался. Ну, как бы, работа над собой – это труд, и как на любом рабочем месте, как на любом предприятии, есть те, кто делают минимум, есть те, кто ничего не делают, а есть те, кто вкладываются в результат. И, естественно, есть также те, кто ничего не делают, те, кто пытаются, и те, кто делают очень многое. Так вот, там люди как раз, в основном, которые уже ничего не делают. То есть ты там не так много увидел людей, которые действительно хотят измениться? Я знаю лично до сих пор оттуда четырех оставшихся трезвыми человек из группы в сорок человек, которые выписывались также при мне. Кто-то из них уже умер, я так полагаю. Да. Все так. Ну, вот это, кстати, вот тоже важно, что и сказать, и понимать, и увидеть, что те, кто не изменились, или тюрьма, или могила. Тюрьма, больница, смерть – это вот других вариантов не существует, если ты не останавливаешься. Аня, что мы можем посоветовать Ангелине в этой ситуации? Как справиться со своей обидой, и как, может быть, на папу повлиять? Ну, на папу повлиять, конечно, будет сложно, на мой взгляд. Да, опять-таки, зависит от того, каким он оттуда вернется. Да, возможно, действительно, у нее вот эти обиды, этот опыт, который тянется, они затмевают все. Все-таки есть четыре человека. Скажите, а у вас может девочке вот в этой ситуации представить, сможем ли мы подойти к нему и прямо сказать, папа, я столько переживаю. Это следующее, то, что я хотела сказать, да, то есть по возвращению, естественно, конечно, это нужно сделать обязательно. Конечно. Более того, нужно выписать эти обиды, проговорить ему эти обиды, которые у нее внутри, да, бурлят и не дают даже больше. Более того, скажу, возможно, он вернется даже готовым к нормальной жизни, но она за счет вот того ущерба, который он причинил маме, ей этих обид накопленных, не будет даже воспринимать его уже там новым. Поэтому однозначно нужно будет говорить и про свою боль, и про поступки, которые он совершал. Возможно, там даже состояние опьянения, он про них не помнит и не знает, да, они настолько ее ранили. Потому что, ну вот, я слышу, да, я понимаю, что ей будет выстраивать взаимоотношения там с мужским полом, потом доверять крайне сложно, если сейчас она не попробует как минимум его простить, попробовать, да. А там уже, конечно, будет зависеть от отца и от мамы, насколько. То есть надо сделать заявление, которое может стать диалогом. У нас звонок, мы звонки же принимаем, давайте звонки у нас в первую очередь. Здравствуйте, мы слушаем вас. Вот у меня произошла ситуация, я волейболом занимаюсь, там, среди взрослых ребят, там, да, 17 до 19 лет. И я маленького роста, и, к сожалению, ребята, как бы, ко мне относятся, ну, негативно, они меня обнадят, так как я маленького роста вырос, и все не знают, что с этим делать, да, желание отходить в хранировку отпадает. Хотя в печи у меня хорошее. А сколько тебе лет? Мне 18. 18. Понятно. Ну, вас золотник да дорог, так у нас говорят. Поэтому, мне кажется, тебе повезло, потому что ты можешь сейчас вот доказать не только своим ростом, ну, что выросло, каланчая ходит и смотрит на всех сверху вниз. А какие у него личные качества у этого человека? Может, они, эти личные качества, не дорастают до его роста, не достигают его. А ты можешь, пройдя через это, относясь с терпением, с какой-то даже любовью к тому, что тебя не говорят, пройти и вырасти сам над собой. Я почему про это говорю? Ведь ты помни всегда, что самый великий человек, а он же был Бог, он был Бога-человек, пришедший на землю, подвергся чему? Гонениями, оскорблениями, как он сносил. Ты вспомни о том, что Господь сказал. Прости их, не ведают, что они творят. Так и ты. Ты прощай. Если научишься вот это сносить и прощать, я тебе гарантирую, ты воспитаешь в себе железный характер, потому что самое лучшее, самое высокое, на мой взгляд, качество – это смирение. Вот смиряться с этими оскорблениями, чтобы они тебя вообще не задевали. Вот попробуй так относиться к ним, чтобы они тебя не задевали. Может быть, я слишком много на себя беру, советую так, отец и Игорь? Ну, даже мало, Павел Алексеевич, мало берете на себя, в общем-то, ответственности, советовать. Когда они перестанут над тобой издеваться? В первую очередь, смирение. Постараться не замечать каких-то обид. Иногда можно даже как-то где-то остановить, иногда резко, в общем-то, как-то это остановить. Но не продолжать этого конфликта. Но этого недостаточно. Здесь вот Кирилл затронул эту тему, что есть люди, которые, как на предприятии, плохо работают, совсем не работают и хорошо работают. Вот у каждого разное стартовое начало в жизни. Ты занимаешься волейболом, там нужны высокие люди, там нужны, кстати, не очень высокие люди, где-то на подборе мяча, если я не ошибаюсь, там как-то у них все так интересно, замысловато распределено. Но тебе просто придется вкалывать над этим. Тебе придется больше заниматься, чтобы быть большим специалистом среди них. У кого-то достаточно роста, и вот он ходит как каланча, такая, да, и сверху закидывает эти мячи, в общем-то. А кто-то должен тренироваться, там, на прыткость, на реакцию и там подобное, чтобы стать дорогим золотником в данной команде. Вот и все. Вкалывай, и у тебя будет результат. Но пока ты будешь вкалывать, препятствия придется преодолевать, а потом будешь, в общем-то, блаженствовать. Добиваются успеха, как правило, не самые талантливые, а те, кто пашут больше всех. Да. Это всегда так. Да, так оно и есть. Ну, только совет от Кирилла. Если я иду по улице, и на меня начинает гавкать собака, я не должен становиться на корточке и гавкать на нее в ответ. Я просто пройду дальше и стану сильнее. Вот и все. Молодец, Кирилл. Потрясающий эфир, даже жалко его заканчивать. Но, тем не менее, этот эфир подошел к концу. Мы надеемся, что мы помогли нашими советами. И вы не будете спешить в нашу программу. Мы всячески готовы помогать сохранить ваши семьи. В эфире служба спасения семьи. С нашими экспертами и священниками мы будем стараться помочь, спасти именно вашу семью. Вы обязательно пишите, обращайтесь на наш электронный адрес или по номеру телефона. А самое главное, помните, безвыходных ситуаций не бывает. Божьей помощи вам. И до скорой встречи.